МОУП То есть вращение назад с перехватом по уходу вращения Многие начинают делать этот перехват как первый и считают его самым простым Но мне кажется из всех базовых перехватов это как раз таки один из самых сложных Достаточно просто перехватить за счет инерции, но его сложно сделать стабильно И без перекрутов, недокрутов Поэтому я думаю, что к этому перехвату нужно обязательно хорошо подготовиться И делать сначала ровный, достаточно высокий бэкрол Чтобы вас не перекручивало, не недокручивало То есть контролируемый хороший бэкрол с кайтом около 12 часов Прыжок должен быть немного подвесной, чтобы при перехвате, если вы, например, промазали в него планки, то не так сильно упали Затем учим делать бэкрол в той сайт При этом самая распространенная ошибка, это когда человек сразу начинает заднюю ногу проталкивать вперед При молубе нужно до перехвата ногу проталкивать в самом конце То есть чем позже вы протолкнете ногу вперед, тем вам будет проще, соответственно, перехватить и будет чем замахнуться Если вы сразу же протолкнете ногу вперед, будет нечем себя разогнать И поэтому вы, может быть, и перехватите планку, но, скорее всего, приземлитесь спиной вперед Ключ к успеху, первое, это хороший бэкрол, и второе, как можно позже перехватывать планку То есть в самом конце резко потянуть заднюю ногу вперед и обязательно две руки прижать к бедру задней ноги Вы перехватите, и, скорее всего, вас не будет потом перекручивать после перехвата Моу в рапт это первое усложнение этого элемента Чтобы его проще приземлить, так же, как и на фронтмобе или на других сложных перехватах Нужно немножко подмахивать кайтом Когда вы подмахиваете кайтом, здесь очень важно не сильно задавать вращение Нужно ноги кидать не горизонтально, а ноги нужно кидать чуть больше наверх Перехват должен быть более инвертным Тогда вы перехватите планку, и вам, во-первых, будет проще дотянуться второй рукой А, во-вторых, вас не будет перекручивать после перехвата Лоу-моб считается иногда вообще отдельным перехватом Потому что он, во-первых, выглядит немного по-другому Во-вторых, техника исполнения тоже у него другая Я думаю, что это очень полезный трюк для сильного порывистого ветра Или, например, для сложных условий Как он делается? Нужно, первое, это делать тот же бэкролл Но здесь уже бэкролл должен быть не плавным и медленным, как на обычном обе Здесь нужно ноги выкидывать как можно более плоско и быстро При этом кайт всегда должен оставаться под 45 градусов Выкидываем ноги плоско и назад И буквально до приземления подтягиваем ногу свитч и прижимаем планку к заднему бедру В лоу-мобе практически нету группировки То есть нужно выкидывать прямые ноги как можно резче назад Перед перехватом обязательно прижать планку к заднему бедру и протолкнуть ногу в той сайд Самое главное здесь это не уводить кайт наверх Потому что если кайт уйдет чуть-чуть наверх То, скорее всего, вы этот перехват перекрутите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА